Здесь вот чувство невесомости появляется у человека, когда у него ожоги на спине, на нижних конечностях, то есть по задней поверхности тела. В этом центре всегда ажиотаж. Почти все койки заняты, много детей, все пациенты с ожогами. Часто это ожоговый шок, токсины в крови, сепсис. В этой реанимации сейчас лежат пациенты с поражениями до 70% тела. Они находятся в медикаментозном сне под аппаратами ИВЛ. Просто они, видите, есть ожоги верхних дыхательных путей, и осложнение идет бронхолегочное, мы надладываем трахеостомы, и дыхательные аппараты непосредственно подключены. Только с начала года в Краевой центр термических поражений обратилось 250 пациентов. Часть с обморожениями, сказались морозы, большинство с ожогами. После выписки жизнь может радикально измениться. Кому-то даже потом требуется пересадка лица. Это большой еще моральный фактор, который должен быть у врача. За каждым больным, который стоит, нужно видеть его жизнь дальнейшую. То ли это будет изуродованный человек и инвалид глубокий, то ли это будет в перспективе, и можно сделать из него полноценного гражданина общества, который будет себя обеспечивать, кормить семью. А здесь уже занимаются несерьезными травмами. В стенах политеха ученые разработали косметику, которая ускоряет регенерацию кожи после небольших ожогов. Аэрозоли и гели защищают кожу от внешних факторов, от воды в том числе. Клетки восстанавливаются в стерильных условиях. По словам разработчиков, у этой продукции пока нет аналогов в стране. У нас есть достаточно много продукции и косметического назначения, и фармацевтического назначения тем более, которые используются для лечения как раз последствий ожогов трав. Но мы говорим про те виды продукции, которые могут быть использованы не в ожоговых центрах. То есть не в тех случаях, когда у человека какие-то серьезные последствия ожогов. Мы говорим о возможности ускоренного восстановления кожи при нанесении мелких бытовых травм. Ученые уже подали заявку на грант. На рельсы производства косметика может встать уже в этом году. А значит, ее смогут приобрести и жители региона. Тем более, скоро начнется жаркий сезон. В ожоговом центре уверяют, как только потеплеет, обжигаться люди начнут еще чаще. Ковид уменьшился, и народ стал выходить на улицы, на производство. Но поток больных, я не знаю, к сожалению, или как так получается, что поток больных, в общем-то, стал пребывать. Будет период наступления, так сказать, потепления и выезда на шашлыки, дачи и так далее. Конечно, будет процент ожогов пламени, будет только возрастать. Ирина Корчегина, Николай Шелко. День с толком.